Приветствую вас. Очевидно, что ваш ребенок пережил в детстве достаточно серьезную травму. Эта травма была связана с невозможностью получать то, чего он хочет. И, очевидно, осталась попальная неудовлетворенность этим. И у ребенка сейчас активно действует компенсационный механизм. То есть он, ваш ребенок, сейчас просто-напросто старается компенсировать то, что, по его мнению, ему не додали. И первое, что здесь хочется сказать, это то, что, во-первых, вы не смогли ребенку по той или иной причине донести важность того, почему он не получал то, что хотел. То есть сама по себе аллергия, которая является причиной, ребенком не была в достаточной мере осознана. Также вы говорите, что в детстве, но сейчас ему 11 лет, и это тоже детство. То есть нужно более развернуто, более подробно, если угодно, определить, в каком именно возрасте это произошло. Дальше. То, что он старается получить, значит, что-то за вашей спиной, это говорит о уровне его недоверия к вам, о страхе, что у него заберут то, что ему нужно. И вот, если вы пишите, что он не ощущает вкус, то, значит, это еще и жадность. Но жадность здесь продиктована страхом, что у него этого не будет. Причем ситуация здесь такова, что, вероятно, задействован еще и социальный элемент. То есть ребенок чувствовал себя, видимо, хуже других. То есть другие дети могли себе это позволить, а он, соответственно, нет. То есть жадность, вероятно, связанная именно с тем, что человек, ну, в смысле, ваш ребенок, он хочет восполнить то, чего, по его мнению, у него могут забрать. Я говорю, это вот стремление восполнить, а суть непонимания того, почему его лишили, того, что он, например, там, хотел, того, что ему было важно и так далее. Это все, по сути, и определяет поведение вашего ребенка. Соответственно, здесь вам нужно только с ним разговаривать. Соответственно, здесь вам нужно восстанавливать с ним доверие, постараться объяснить ему, как обстоят дела, например, на самом деле. То есть, что вы, например, делали, ну, то есть, что вы хотели сделать, да, вы хотели его защитить. Для чего вы это делали и как сейчас обстоят дела. То есть, с ребенком нужно разговаривать. Разговаривать и стараться донести до него то, что, вот, собственно, вы хотели сделать. Это было бы самым правильным и верным решением для вас на текущий момент. Если это не поможет, то ребенку стоит тогда обратиться к детскому психологу, чтобы он с ним поработал непосредственно, ну, как бы, в контакте. Потому что вы объективно не все сможете ему донести. То есть, если ребенок, например, в вас видит угрозу, то, соответственно, от этого вам довольно сложно будет избавиться, просто потому что, ну, у него уже формировалось мнение о вас. И, соответственно, это мнение перебить будет достаточно сложно. Тем не менее, только разговор, только отсутствие какого-то негатива по отношению к нему, только, ну, понимание того, почему он это делает, поможет вам наладить некий контакт, некую связь с ним. Потому что, если, например, вы будете негативно воспринимать то, что он делает, если вы будете ругать его, то, боюсь, ситуация еще больше усугубится, и тогда у ребенка, возможно, ну, продолжение обострения того, о чем мы с вами сейчас говорим, и того, о чем вы сами пишете. Чтобы этого не было, как раз таки и следует вам вести себя максимально, знаете, выдержанно, максимально понимание. Далее возникает следующий вопрос. Это вопрос, откуда вы знаете, что он, собственно говоря, не чувствует вкуса. То есть, есть ли к этому какие-то, ну, например, предпосылки, есть ли у вас основание так думать? Потому что вполне может быть, что ребенок сам себе угрожает. Таким образом, несет себе угрозу своему здоровью, и тогда, безусловно, нужно будет уже с ним работать, может быть, даже врачу. То есть, вопрос достаточно серьезный, и я бы не рекомендовал вам как-то, знаете, может быть, затягивать его решение, или как-то надеяться, что все само собой пройдет. В данном случае, мне кажется, это не тот случай, при котором может все пройти само собой. Вот. Пожалуй, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго. Удачи вам с вашим ребенком. До свидания.